Всем привет, дорогие друзья! Ловите секрет стройного тела. Жесткий силовой тренинг должен стоять на первом месте. В фазе жиросжигания не отказывайтесь от интенсивных силовых тренировок, так как они будут поддерживать силу и мышечную массу. Большая ошибка урезать калории и сокращать тренировки в надежде сжечь жир, так как это вызовет лишь катаболическое состояние, при котором теряется значительная часть мышечной массы и замедляется обмен веществ. Такой эффект усугубляется, если при этом человек выполняет упражнения на выносливость. Каждую неделю проводите несколько сессий высокоинтенсивной тренировки. Подобные типы тренировок повышают расход калорий, период восстановления и запускает синтез белка, так что вы будете строить мышцы и поддерживать скорость обмена веществ. Существует доказательство того, что спортивным мужчинам с небольшим процентом жира в организме больше подходят короткие интенсивные интервальные тренировки, например, интервалы по 30 секунд на полную мощность, в то время как стройные женщины достигают лучших результатов от немного более длительных и менее интенсивных интервалов, например, 30-60 секунд с интенсивностью работы в 90% от максимальной. Интервальная тренировка должна длиться не менее 30 минут и проводиться отдельно от силовых в другие дни или другое время суток. Не полагайтесь на весы, проверьте количество жировых отложений с помощью надежного теста кожной складки. Лучшие тесты включают измерение складок на 12 участках нашего тела. Если вы в хорошей форме, но стремитесь избавиться от лишнего жира, мышцы – ваш лучший друг, так как они поддерживают обмен веществ, не дают снижаться чувствительности к инсулину, а также улучшают гормональный баланс в нашем организме. Поэтому ваша цель заключается не в том, чтобы похудеть, а в том, чтобы поддерживать мышечную массу и терять жир. Единственным точным методом измерения являются сканирование и тест кожной складки. Весы и портативные устройства для измерения процента жира бесполезны. Адекватное количество сна и оптимизация циркадного ритма. Количество сна – возможно наиболее важный фактор для потери жира. Если у вас нет лишнего веса, способность ко сну регулируется циркадными ритмами, за которые отвечает большое количество гормонов. Те же гормоны регулируют чувство голода, предпочтение в еде, а также степень активности. Длительный недостаток сна приводит к снижению уровня тестостерона, гормона роста и щитовидной железы, и при этом к повышению кортизола. Такая комбинация делает потерю лишнего жира невозможной. Гормональная дезрегуляция является одной из причин, по которым некоторые исследования процесса жиросжигания дают плохие результаты. Чтобы получить максимальную отдачу от тренировок и улучшить восстановление, сосредоточьте внимание на питании до и после тренировок. Жиросжигание при стройной фигуре требует от вас использования преимущества каждой возможности. Исследования выделяют следующие пункты. Перед тренировкой выпейте кофе с кофеином. Кофеин существенно повышает физическую работоспособность и мотивацию. Это особенно полезно, если вы придерживаетесь низкоуглеводного питания. Когда запасы гликогена в организме истощены. Перед тренировкой избегайте высокоуглеводных продуктов, так как они способствуют повышению инсулина, что мешает организму сжигать жиры. Такие продукты снижают энергию и мотивацию. Лучшее время для углеводов после интенсивной тренировки, когда обмен веществ ускоряется, и организм использует углеводы для выполнения запасов гликогена. В это время повышение инсулина ускоряет постановление после тренировки, так как оказывает антиоксидантное действие на наши мышцы. Отдавайте предпочтение сывороточному протеину. Было неоднократно доказано, что именно сывороточный протеин в сочетании с тренировками больше всего подходит для улучшения композиции тела путем повышения чувствительности к инсулину. Также сывороточный протеин улучшает синтез белка и обладает большим термическим эффектом по сравнению с другими источниками, такими как казеин или соя. Потребляйте натуральные цельные продукты и исключите из рациона всю рафинированную и обработанную пищу. Практически все знают, что когда дело касается похудения, цельные продукты превосходят рафинированные, поскольку они богаты питательными веществами, натуральными волокнами и содержат меньше сахара и жиров. Но, тем не менее, многие позволяют себе рафинированные продукты в качестве перекусов. Они придерживаются принципа 80 на 20, при котором 80% рациона отводят на натуральные продукты, а 20% на рафинированные. Это большая ошибка. Когда вы в хорошей форме, но стремитесь сбросить последние несколько килограмм, необходимо использовать любую возможность, чтобы ускорить свой обмен веществ. Сделайте выбор в пользу принципа 95 на 5. И вот почему. Научно доказано, основанные на рафинированной пище нарушают обмен веществ, что приводит к отложению жира и ослаблению ментальной функции. Потребление этих продуктов, особенно содержащих большое количество углеводов и омега-6, жирных кислот из растительных масел, изменяет архитектуру мозга, вызывая аппетит и заставляя вас выбирать именно эти продукты. Придерживайтесь высокобелкового питания, которое позволяет сохранять мышечную массу, в результате чего во время сжигания жира обмен веществ не замедляется. Другие преимущества высокобелкового питания. На расщепление белков организму требуется больше собственных калорий, чем на усвоение углеводов и жиров. Наш организм устроен таким образом, что белки он использует для построения мышечной ткани, а не откладывает их в жир. Это означает, что испытывая голод в процессе похудения, в качестве перекусов, выбирайте белковые продукты, а не углеводы или жиры. Иначе лишние калории, вероятнее всего, превратятся в жир. Белки очень сытные, поэтому, естественно, отдавая предпочтение им, вы будете потреблять меньше калорий в течение дня. Это связано с тем, что белковые продукты лучше, чем углеводные, восстанавливают баланс гормонов, отвечающих на обмен веществ. Сколько белка требуется нашему организму? Это зависит от целого ряда причин. Но чаще всего в литературе встречается цифра 1,6 до 2,4 грамма на килограмм массы тела. Такое количество белка будет полезно для стройных людей, стремяющихся избавиться от лишнего жира. Однако, недавнее исследование показало, что потребление большого количества белка может иметь свои преимущества. Оказалось, что у участников, которые увеличивали свой рацион на 800 калорий за счет белковых продуктов, в основном белка молочной сыворотки, так что их суточное потребление белка составляло 4,4 грамма на килограмм веса. Откладывалось не больше жира, чем у участников контрольной группы, которые придерживались обычной высокобелковой диеты от 1,6 до 2 грамм на килограмм веса. Ученые сделали следующие соответствующие выводы. Из своего исследования, белок – наиболее важный микроэлемент в отношении положительного влияния на композицию тела. Сывороточный белок особенно полезен, так как обладает высоким термическим эффектом и в присутствии тренировок приводит к большему росту мышечной массы по сравнению с другими источниками белка. Результаты исследования опровергают понятие калорий – это просто калории. Избыток калорий, получаемых из белка, положительно влияет на мышечную массу и не метаболизируется как углеводы, что не дает организму откладывать жир. Оптимизируйте потребление углеводов для улучшения работоспособности и активности генов. Низкоуглеводное питание с высоким содержанием белка полезно для похудения, однако чрезмерно низкое содержание углеводов в рационе, что подходит для людей с лишним весом и малоподвижным образом жизни, которым необходимо восстановить свой обмен веществ, будет совершенно по-иному влиять на стройных людей, активных людей, которые занимаются силовыми тренировками, причинам по которым не следует чрезмерно урезать углеводы. Если у вас нет лишнего веса, относится следующее. Отсутствие углеводов снижает выработку гормона щитовидной железы, что в свою очередь понижает температуру тела и количество сжигаемых калорий в соответствии с состоянием покоя. При чрезмерно низком количестве углеводов в рационе начинает вырабатываться гормон кортизол, который высвобождает накопленную энергию и обеспечивает организм глюкозы для нормальной работы. В сочетании с интенсивными физическими нагрузками в течение длительного периода времени это может привести к повышению кортизола, который изменяет обмен веществ и тормозит жиросжигание. Углеводы необходимы для пополнения запасов гликогена в мышцах при интенсивных тренировках. Количество потребляемых углеводов будет зависеть от уровня активности и других факторов, но если у вас нет лишнего веса и вы занимаетесь спортом, потребляйте больше углеводов в дни тренировок и меньше в дни отдыха. Если вы предпочитаете меньшее количество углеводов, менее 100 грамм в день, попробуйте каждые 5-7 дней циклировать углеводы с высоким гликемическим индексом для того, чтобы повысить чувствительность к инсулину и лептину, гормонам, отвечающим за обмен веществ. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok